Мы с вами говорим о нравственном законе, которые необходимы, знания, которые необходимы каждому человеку, особенно человеку верующему, для того, чтобы в нашей жизни было как можно меньше недоразумений, связанных с нашим нравственным чувством. Потому что чаще всего наша жизнь приходит в расстройство от того, что мы считаем, что то, что происходит с нами, это неправильно, это несправедливо, так быть не должно. Нам кажется, что ущемляются наши интересы, права, они признаются наше достоинство человеческое, но все время ущемляются. Нам кажется, что с нами мало считаются, незаслуженно нас обделяют, недодают заслуженного. И мы все время говорим, что это плохо, это нехорошо, это безнравственно. Как так? Вот это представление о добре и зле, оно где-то внутри у нас есть, и мы в своих представлениях о норме жизни человеческой от них отталкиваемся. От того, что вложено в нашу природу, как внутренний нравственный закон. Но если мы будем опираться только на этот внутренний нравственный закон, наше внутреннее нравственное чувство, то мы никогда не поймем, что с нами происходит, почему так страдаем, почему наша жизнь превращается иногда в сущий ад. Сплошная черная полоса, как мы говорим в нашей жизни. Нам не хватает писанного нравственного закона, писанного на каменных скрижалях, Богом откровенного. Нам не хватает Богом установленной системы нравственных координат. Всем людям, всем, без исключения. Вот мы с вами уже говорим не первую встречу об этом, и уже несколько заповедей успели разобрать, заповеди нравственного закона, закона Моисея. И каждый раз нам приходится, начиная разговор о новой заповеди, напоминать себе о том, откуда все это взялось. И для чего оно нам дано. Для чего Бог открыл людям, как они должны себя вести правильно. Чтобы это было нравственно. Совесть, которая есть в каждом человеке, и которую человек впервые услышал после грехопадения, до грехопадения совесть была не нужна. В ней не было надобности. До грехопадения человек общался с источником жизни, совершенным Богом непосредственно. И в плане нравственности и добра и зла человеку не о чем было беспокоиться. Если человек находился в абсолютном доверии Богу, то в его жизни господствовало только добро и все. Только благо и все. И больше ничего. Никакого зла быть не могло. Когда человек только блаженствовал. А зло вторглось в нашу природу вместе с грехопадением, вместе с нарушением божественной заповеди, вместе с желанием поступать не так, как хочет Бог, а по-своему. И мы обнаружили, что такое зло. Что кроме блаженства, когда добро господствует, есть еще страдания, когда в нашу жизнь вторгается зло. И вся человеческая история проходит на этом фоне. И мы обнаружили очень быстро, сразу же в первом поколении грешных людей, что зло захватывает человека целиком, и он ничего не может ему противопоставить. При том, что у него есть совесть. Вот мы говорили о первенце наших прародителях, Адама и Евы. Мы говорили про Каина. Вот. Каин — это прообраз всего человечества. Это прообраз того, человечества, которое сейчас живет. Нас с вами. Ему не понравилось, как его родной брат, младший, выглядит перед Богом. Они оба приносили Богу жертву. Но жертва Авеля, младшего брата, была принята, а жертва Каина нет, как показалось Каину. И тогда Каин просто позавидовал, возненавидел и убил родного брата. С этого началась человеческая история. С торжества зла. С невинных человеческих страданий. Причем, вот по нашим теперешним общественным меркам, ну, когда братоубийство происходит, когда старший брат убил младшего в семье, ну, это вообще, слушайте, ну, как так? А в Библии описывает это событие как какое-то заворядное. Как-то так, как будто бы иначе быть не могло. «А что, ничего не остановило Каина? Внутри ничего там не ёкнуло, что как же вроде брат родной? Да, может быть, и ёкнуло. Но голос совести в том состоянии, в котором оказался человек после грехопадения, он может быть совсем не слышен. Мы, когда читаем эту историю, мы сравниваем это с собой, ну, я бы, наверное, так не сделал. Нет, мне бы совесть не позволила. Мы просто забываем, откуда у нас взялась вот так воспитанная совесть, что мы её слышим, что мы её пока ещё слышим. Нас с Каином разделяет семь с половиной тысяч лет в человеческой истории, многострадальной, там что только не было. Там сменилось целое человечество, просто человечество обновилось полностью почти. Была произведена перезагрузка, потому что старый вариант человечества был абсолютно непригоден, и Бог закрыл эту страницу, начал новую. Но мы видим, что и там ничего принципиально не поменялось, что инерция зла в людях точно так же была больше, чем инерция добра, и люди безобразничали, и друг над дружкой издевались, сильный обижал слабого. Было насилие людей друг над другом, была жадность, зависть, ненависть, человекоубийство сплошь и рядом на протяжении всей человеческой истории. А совесть где была? Была, но ее голос был почти не слышен. таков человек сам по себе. Это страшно, конечно, говорить, но человек, отпавший от Бога, это злодей. Это мы сейчас с вами, потомки, оккультуренных христианством наших предков в течение тысячи лет, можем как-то так, знаете, рассуждать об этом так критически. Мы уже сами все в церковь пришли, Богу молимся, совесть свою очищаем от греха, чтобы она у нас была к нему более чувствительной. Поэтому мы можем сейчас с вами так вот критически оценивать поведение тех людей, древних, которые еще не знали заповеди нравственного закона божественного. Но вообще-то они ничего другого не могли себе позволить. Ну хорошо, дали заповеди, получили за полторы тысячи лет до Рождества Христова эти десять заповедей. Вот сейчас это все на каменных скрижалях, это все передается из поколения в поколение. Бог сам воспитывает свой народ в этих заповедях, жестоко наказывает за отказ их соблюдать. Народ страдает сплошь и рядом, как только пытается отказаться от заповедей. Ну сейчас люди станут лучше. Приходит тот, кто эти заповеди дал, сам лично, и эти люди берут его и распинают. Где совесть? Совесть была? Была. Почему не сработало? Заповеди уже были. И у этих заповедей цель и смысл не в том, чтобы преобразить человека. Не в том, чтобы сделать человека принципиально лучше. Не в этом. Вернее, человек, все человечество, даже весь народ, который эти заповеди получил. цель заповедей в том, чтобы родился Христос. И как ни странно, чтобы народ, воспитанный в этих заповедях, Христа возненавидел и убил. чтобы Христос умер на кресте, воскрес, вознесся, воссел одесную Отца и послал нам Духа Святого, которому мы только что с вами помолились. Вот в этом был смысл. Христос перед тем, как вознестись, сказал, «Се я с вами во все дни до скончания века». Вот в этом смысл был. Чтобы Бог был с нами. Лучше человека делает только Христос. Распятый, воскресший и вознесшийся. И который создал свою церковь. Где изобилует благодать Святого Духа. Вот какая странная вещь. Мы с вами всю жизнь могли жить и до сих пор многие люди так и живут. И даже людей, верующих, христиан в это ветхозаветное сознание часто сносит. Нам кажется, что мы, соблюдая какие-то нравственные нормы должны становиться лучше, лучше, лучше и лучше. Да, конечно, если люди живут по каким-то правилам, их жизнь более упорядочена. Они по каким-то причинам не делают того, что им хочется. Особенно, если за нарушение этих правил следует жестокое наказание. например, как это бывает, когда работает уголовное право, когда вор должен сидеть в тюрьме, как говорил Жеглов. И вроде как-то, помните, как в, когда у нас очень хорошо и так надежно работала система наказания в стране, как некоторые сейчас вспоминают эти времена, как вовремя приходили поезда на станции, как можно было по поездам сверять часы, как люди боялись шаг шагнуть в сторону и сделать что-нибудь не так, как предписывает должностная инструкция. И ты мог оказаться в числе вредителей и быть осужденным на большой срок. Все ходили по струночке. Вот сегодня мы в молодежном центре там поминали начался или нет, не знаю, сериал про Хрущева. Был там его такой трейлер про промоушен, где цитируются аудиозаписи нашего первого секретаря ЦК КПСС, где он говорит, что мы натворили, во что мы привлечили наших людей, как можно сделать человека свободным, посадив его на цепь. Это говорит Хрущев. А впереди еще Брежневские годы, 18 лет, а там еще Антропов, Черненко и Апофеоз всего. Да, мы видим, что люди могут упорядочить свою жизнь с помощью каких-то внешних предписаний. Могут. Но лучше они стать не могут. Заповеди не делают людей лучше. Апостол Павел говорит, заповедью не спасается никакая плоть. Законом не спасается никакая плоть. Все как погибали, так и погибают. даже зная заповеди наизусть и все их соблюдая с утра до вечера. И мало того, жизнь прямо показала нам, что те, кто поставили своей целью, во что бы то ни стало, кровь из носа, соблюдать все заповеди и делали это, они не узнали в Христе Бога, возненавидели Его и убили и распяли. Именно они так озлобились, так озверели в отношении Его, что поклялись во что бы то ни стало Его убить. И это сделали. Значит, смысл всего этого где-то не здесь, где-то в другом месте. Смысл всего Христос. Смысл всех заповедей, которые мы с вами здесь разбираем, Христос. Мы должны за каждой из них видеть Его. И в каждую ветхозаветную заповедь преломлять новозаветным откровением. Мы христиане. Сегодня мы будем говорить о следующей заповеди, которая как звучит, кто помнит? Не укради? Уже была в прошлый раз. На сайте написано не укради. Вообще должно быть не прилипадить. Да вы что? Вот как. 25-го у нас не должно было быть. Ну ладно. Хорошо. А у нас не было? 25-го, а перенесли на 2-го. Понятно. Нет вопросов? Давайте. Я приношу извинения за то, что мы там что-то не то написали на сайте. Давайте будем двигаться как положено. тем более, что мне эта заповедь как-то ближе. Да, хоть каждый день ходи на исповедь. не прелюбодействуй без комментариев. вот пошли заповеди без комментариев. Первая заповедь, которая касается отношений между людьми, чти отца и мать твоих, счастлив будешь, много лет проживешь. Такой комментарий, что, в общем-то, вот и все. И счастлив будешь, и много лет проживешь. Бог свел наше стремление к счастью и долголетию вот к такому обстоятельству. Чти отца и мать твоих, и счастлив будешь, и много лет проживешь. Если даже до 90 лет проживешь, почему-то, по милости Божией, но при этом ты не будешь почитать отца и мать, в детстве, в зрелом возрасте, будешь их игнорировать каким-то образом, не будет того, о чем мы говорили с вами, когда разбирали эту заповедь, то зря проживешь. Напрасно. Если здесь тебе удастся как-то прожить сладко, в комфорте, ну тогда там тебя ждет вечная мука. А вот следующие заповеди не убей точка, не прелюбодействуй точка, дальше там не укради точка, не лжесвидетельствуй точка, и не завидуй. Восклицательный знак. Да. И хотя, конечно, сам закон Моисея, помимо этих заповедей, он, конечно, каждую из них конкретизирует. Мы с вами говорили, что это мы уже так собрали их в этот доколог, в 10 заповедей, и рассматриваем как такой список, но на самом деле, вот когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что каждая заповедь сопровождается очень обширным и пространным комментарием. И даже с иллюстрациями того, что происходит с нарушителями. Вот что происходит в Древнем Израиле с нарушителями заповедей непрелюбодействуй. Да. Камнями забивают женщину почему-то. Женщина, которая жену застала в прелюбодеянии, он обязан ее забить камнями, не может сам попросить друзей, но обязательно забить насмерть камнями. И эта заповедь среди евреев-ортодоксов в Израиле работает и действует до сих пор. Самому можно. да. А как же Лерса Илья осталась жила? Ну там, видимо, были какие-то исключения. Все-таки не рядовой случай. Соглас... А? Почему только... Вы знаете, нам, мужчинам, как-то не приходит в голову задавать этот вопрос. Богу, этот вопрос обычно задают женщины. А мы так все равно ссылаемся. А так написано? Все, священное писание написано пером, не вырубишь топором. Нет, на самом деле наказание за пролюбодеяние для мужчин тоже было предусмотрено. и евреи не зря относятся очень серьезно к этой заповеди до сих пор, потому что этот народ существует в истории до сих пор в практически неизменном виде, только благодаря тому, что какая-то часть этого народа является носителем вот этих заповедей и соблюдает эти заповеди. Вот это не обидное, конечно, для евреев выражение, а вечный жид. Почему он жид вечный? А потому что он придерживается Богом данного нравственного закона. И все. И это обеспечивает ему жизнеспособность в истории. то есть видите, польза от заповедей есть. И такая очевидная. В том числе и вот эта заповедь, она обеспечила этому народу не просто выживаемость, а как вам сказать, соблюдение чистоты породы. Бог свой народ создал и категорически запретил ему перемешиваться с другими народами. Даже приближаться к другим народам, которые не знают Бога, под страхом смерти. Даже внутри своего народа Бог устроил такую систему передачи наследственной информации из поколения в поколение, при которой нельзя было беспорядочно смешиваться двенадцати коленом народа Израилю. А потом Бог устроил так, что десять колен из двенадцати отпали, и Бог заботился только об оставшихся двух коленах после разделения царств. Но эта заповедь дана на века, она вечная. Тогда в Ветхом Завете она имела именно такой смысл, чтобы народ сохранялся в истории и сохранял свою чистоту, чтобы народ не испортился ни духовно, ни нравственно, ни физически. это народ был особенный. Он должен был быть избавлен от любого постороннего влияния, в том числе и передающегося на генетическом уровне. Вот то, как детально расписывается эта заповедь о непрелюбодействии в Ветхом Завете, свидетельствует о том, как премудро Бог, как селекционер ввел вот эту веточку в еврейском народе от Авраама до Давида, от Давида до Иосифа, до Девы Марии, чтобы в этом народе появилась вот эта девочка Мария. Никто ничего не понимает. Это вот сейчас, когда мы уже имеем новозаветное откровение, когда вырисовывается как бы вся логика, когда прямо Евангелие от Матвея нам рисует всю родословную Иисуса Христа от Авраама, Евангелие от Луки прямо от Давида, то есть в обратную сторону, от Адама в обратную сторону, и мы ничего не можем понять, что это за люди. Знаете, в той комедии, я не помню, как она называется, Наташа, кто эти люди. Они все перечислены поименно, все поколения этих людей. И мы видим, что там библеисты исследовали каждое из этих имен и выясняли, что это отнюдь не все праведники. Там есть отъявленные грешники, которые как бы выпадали из вот этого принципа, но именно их почему-то Господь включал в это древо генеалогического Иисуса Христа. Мы видим вот этот грех, о котором только что упомянули, царя Давида с Версавии. И какая-то веточка от Давида появилась как бы незаконно рожденная, но именно она стала царственной. И именно один из потомков Давида сделал государство Израиль самым богатым, самым мощным именно родившийся от Версавии. Тайна, мы ничего не понимаем. Мы знаем только одно, не прелюбодействуй. от нас больше ничего не требуется. Только не прелюбодействуй. Ты ничего не понимаешь, ты узнаешь все потом. Поэтому как бы тебе не хотелось, не прелюбодействуй. не прелюбодействуй. Мы узнали к чему это все привело. Что стало потом, мы узнали. Родился Христос. И этим все спаслись. Заповедь не прелюбодействуй в числе всех остальных привела к тому, что все люди от Адама до последнего человека, который родится на земле, имеют возможность спастись. нас всех ждет суд, где нас будет судить человеколюбивый Бог. Нам придется пережить на суде весь ужас и кошмар нашего безбожия в божественном свете. И мы, особенно те, кто составляют церковь Христову, мы имеем неложную надежду на помилование, на снискождение, на милосердие Божие. Мы этой надеждой только и живем. И если бы не заповедь непрелюбодействия, у нас бы этой надежды не было. А Христос родился. Он пострадал, умер и воскрес. Создал свою церковь. И сейчас для нас заповедь непрелюбодействия высвечена уже в божественном, в евангельском свете. Нас уже не так интересует сохранение породы, чистоты рода своего. Хотя и евангельская нравственность тоже это подразумевает. И мы знаем, как в лучшие времена нашей истории относились к целомудрию, к до брачной чистоте взаимоотношений между юношами и девушками. Зачем сейчас нам эта заповедь не прелюбодействуя? корень слова «не прелюбодействуй» — любовь. Это мы в Евангелии узнали, что Бог есть любовь. Это мы из Божественного откровения новозаветного узнали, что фундаментальный закон природы, который Бог вложил в свое создание, это любовь. Бог не мог никакого другого закона вложить в свой мир, кроме закона любви, потому что сам Творец — это любовь. И поэтому все живо и стремится к Богу и достигает его только при одном условии, если вписывается в этот закон, в закон любви. Помните, как много об этом сказано в Новом Завете апостолом Павлом, если я самый грамотный и шибко верующий, но любви не имею, то я кимвал звучащий и медь звенящий. Я ничто, пустое место. Потому узнают люди, что вы мои ученики, когда будете иметь любовь между собой. Любовь — совокупность всех совершенств. Цель и смысл христианской жизни — любовь. Тогда что такое прелюбодеяние? Это преступление против любви. Это покушение на любовь. Это смертельный враг любви. Это то, что пытается лишить нас с Богом чего-то общего. А единственное, что общее может быть между нами с Богом, между Богом и человеком, это любовь. Это единственное, что нас к Нему приближает. И что обеспечивает нам спасение, вечную жизнь с Ним. Только любовь. А что такого в прелюбодеянии? Опасного-то? Любовь это то, что люди могут выстрадать. Да, заповедь касается отношений между мужчиной и женщиной. И именно как мужчины и женщины мы можем самым простым, в том смысле, что прямым, не извилистым, а прямым, простым способом достичь любви. Самым естественным способом. Это когда мы соединяемся вместе в семье, когда мы становимся мужем и женой, и когда этот союз между нами перед Богом законен, мы говорим законный брак. Чуть попозже я об этом скажу. Так вот, тогда, когда два грешных человека соединяют свои жизни в одну, чтобы, забыв про свою личную жизнь, жить общей жизнью, а это значит забыть про себя ради другого человека и жить только его интересами, то есть любить. И этим стать похожим на Бога, вот это вот и есть смысл того, что мы разнополые, что мы мужчины и женщины. Ведь этот союз между мужчиной и женщиной и был изначально Богом создан. Посмотрите как. Бог создает сначала весь мир, а потом создает человека. Посмотрел на все на это и говорит, все зело добро. А потом что-то посмотрел на человека и прямо черным по белому в Библии написано. И увидел Бог, что нехорошо человеку быть одному. Что Бог решил, ой, что-то я не то сделал, что-ли, вот что-то вот тут все хорошо, а вот тут что-то не то, тут я напортачил. Нет, нет, все взяло добро. Совершенная личность, которой был Адам, совершенная личность, не может быть одна. Это противоестественно. Потому нормальный человек изобилует тем, чем изобилует Бог, любовью. А любовь требует излиться на кого-то. Нужен объект любви, чтобы была полнота, чтобы была абсолютная полнота человеческой жизни. И счастье во всей полноте нужен тот, кого можно любить. На кого ты изольешь все, чем ты обладаешь, всеми дарованиями своими, все свое счастье. Когда ты разделишь свое счастье с другим человеком, вот тогда ты становишься совершенно счастливой и блаженной личностью. И мало того, ты не просто в такой нирване находишься, а это очень деятельное качество человеческой личности, которое заставляет человека творчески работать над собой и развиваться. И только тогда, когда человек самозабвенно любит другого человека, он сам, как личность, развивается, движется к своей цели, к Богу. Богоподобие, которое мы утратили с вами в грехопадении, возможно только в любви, когда человек научается любить. Богоподобие это процесс. Вот образ Божий это факт, мы с вами все образ Божий. А Священное Писание говорит и Святоотеческая традиция учит, что Богоподобие мы утратили. А что это такое? Почему они отличаются образ от подобия? Образ это факт, это данность. А подобие это заданность, это направление, это процесс уподобления человека к Богу, своему Творцу. Это движение твари к Творцу. Бесконечное приближение всего мироздания во главе с человечеством к Богу. вот это и есть подобие. Вот его мы утратили, потому что грех разрушил союз между мужчиной и женщиной. Вот это вот единство, когда Адам, увидев Еву, сказал, она плоти от плоти моей, кости от кости моей. То есть это я, это я есть, это мое продолжение. Моя рука, это моя плоть, кость мое. И вся человеческая история после грехопадения, она омрачена этой драмой. Мы разделены. Мы можем догадываться о том, как крепок был этот союз, когда была полнота человеческой природы, когда прилепится жена к мужу и будут двое одна плоть, когда оставит человек родителей своих прилепиться к жене своей, будут двое в плоть единой. Это первые заповеди, которые Бог людям сообщил. Мы догадываемся об этом, потому с какой силой нас тянет друг к другу. Тянуть друг к другу может только разделившиеся частицы. Адам и Ева, они, как сказано в Библии, не замечали ноготы друг друга. Их единство было обеспечено чем-то таким грандиозным, что ногота вообще не имела никакого значения. Видеть многим другого, это значит отделять его от себя, противопоставлять его себе. О, смотри, у него это, у меня это. Мы не одинаковые, мы разные. она не такая, как я. И когда Адам и Ева после грехопадения увидели ноготу друг друга, они впервые в жизни узнали, что такое стыд, они устыдились. Это какое-то ужасное совершенно состояние, которого они никогда раньше не испытывали. И вот тогда началось всю историю после грехопадения, то есть всю человеческую историю. Люди пытаются восстановить разрушенное единство двух человеческих начал мужского и женского. И как это у нас получается? судя по священному писанию, до боговоплощения очень плохо. Очень плохо, вообще никак. И если бы не ветхозаветные заповеди, которые жестко регламентировали половое поведение людей, то я не знаю, что было бы с миром. Но что было с первым человечеством мы знаем. Бог его просто слил. В том смысле, что прекратил земную жизнь. И это не значит, что он всех погубил. Нет. Просто смысл земной жизни этих людей закончился, и Бог пошел на то, чтобы перезагрузить все человечество. Закончить земную жизнь всех, кто есть на земле, забрав души к себе, чтобы они не осатанили. Не имать пребывать дух Божий всех человечествах занесуть плоть, говорит Священное Писание. То есть оскотинились. Чтобы не осатанили, Бог закрыл эту страницу истории совсем. Началось новое человечество. И там мы читаем, Бог уничтожает два огромных города, Содом и Гоморру, где жило очень много людей. Показательно, демонстративно, с такой подготовкой, как он с Авраамом торговался по поводу праведников. Никого, десяти человек не нашлось, ради которых Бог готов помиловать эти города. А что такое Содомский грех, мы до сих пор знаем. И мы видим, как это близко. И как это само собой происходит, если люди перестают просто жить по заповедям. И тогда Содомский грех становится нормой. Вот вчера он стал нормой в Германии. Несмотря на то, что фрау Меркель вроде как проголосовала против, а ничего, легализовали, прошло. Бог пока терпит. А это результат прелюбодеяния, это результат отказа жизни по заповедям. Это приводит вот к этому. так вот до Бога воплощения все было очень плохо. Все заканчивалось тем, чем закончилась история допотопного человечества. Всегда приводило к этому. Пусть не в общечеловеческом масштабе, но как-то Господь так распределял это, что это было образцово показательно. Это были самые передовые и самые высокоразвитые человеческие культуры, которые мы с вами изучаем по учебникам истории, в том числе и Римскую империю древнюю, дохристианскую. Все заканчивалось вырождением. И только после Боговоплощения христиане увидели что такое семья что такое брак узнали в божественном свете и апостол Павел говорит удивительные слова тайна сия велика есть это непостижимо союз между мужчиной и женщиной когда реализуется полнота человеческой природы это такая величайшая тайна это произведение Божие оно изначально произведение Божие Бог создал семью не люди создали Бог создал семью люди пытаются только ее воссоздать у них ничего не получается или получается очень плохо это в христианстве люди узнали что цель и смысл семьи – это любовь. Это только в христианстве люди узнали, что прелюбодеяние – это преступление против вот этой любви, которая является целью семьи. Любовь – это то, единственное, что нас роднит с Богом, делает нас на Него похожими. Все ради нее, все ради любви. Нет любви – нет ничего, все зря. И вот тогда христиане смирились. Они, может быть, первыми узнали, что без Бога, как без автора, семью создать нельзя. Это всегда будет что-то нелепое, что-то неправильное. Это будет в нарушении авторских прав. Создать семью, целью которой является любовь, то есть научиться любить, без Бога нельзя. И вот тогда, в течение многих десятков и даже сотен лет, создавался вот этот чудесный продукт взаимодействия Бога и человека, божественной и человеческой синергии христианский брак, в котором люди доживали до любви. И любовь между ними становилась реальностью. Вот многие из вас приступали к таинству браковничания. Может быть, помните, о чем там говорится в молитвных текстах? Кого там поминают, как образец брака? Ветхозаветные браки, помните? Аврааму и Сару, Якову и Ревеку, да? Это семьи, которые Бог создавал. Почитайте. Чтобы родился Христос, как Он соединял и как Он воспитывал эти семьи, в каком терпении, в каком смирении, в каком унижении, уничижении. Он их смирял, потому что только в этом состоянии в человеческую душу может войти Бог, который есть любовь. И тогда Он высветит любовью этот брак. Но это сам Бог это делал. Он вторгался, не спрашивая разрешения. Потому что Ему самому нужно было воплощаться, чтобы спасать всех остальных. А в христианстве это стало доступно для всех. И в таинстве браковничания нам это показывается как образцы. Вот, посмотрите. Почитайте, как они жили. Почитайте, как они поженились. Что им пришлось вытерпеть, прежде чем они стали одним целым и бесконечно доверяли друг другу и только любили друг друга. И тогда мы узнаем, что без Бога, а ведь это Бог создал эти браки, без Бога это воссоздать невозможно. И все. И тогда мы приносим свое слабое человеческое намерение быть мужем и женой, чтобы научиться любить. В церковь. И создаем церковный брак. Апостол Павел говорит, и святоотеческая традиция наша говорит, брак это малая церковь. Церковь это тайна, мы в нее веруем. Всем в ли веру? Мы говорим верую воедину святую соборную апостольскую церковь. Мы можем только верить, потому что это непостижимая вещь. Церковь непостижима. Мы не знаем, что это такое до конца. Мы этим можем брать и пользоваться, а понять, познать, постичь мы не можем. Точно так же и семья. Мы можем в нее только верить. Это церковь. Это высочайшее вообще явление в мироздании, семья. Потому что в ней рождается любовь. Вот в ней, в семье. Она для этого предназначена. И это возможно только тогда, когда эту семью каждый раз создает Бог. Сам же Бог и создает. Воссоздает. Из слабого человеческого намерения. Делает нечто, на что люди сами не способны. Христианский брак. И там торжествует любовь. Люди счастливы. Несмотря ни на что. Это омрачить не может ничто. Любовь, которая возникает в браке, не может быть омрачена ничем. Она все превозмогается. Вспомните гимн любви апостола Павла. Ей ничто не может здесь быть противопоставлено. Если люди в семье не изменяют Богу, то любовь неистребима. Она может только возрастать. Она может только приумножаться. Так вот, при любодеянии, это смертельный брак любви. Любовь может быть только между одним мужчиной и одной женщиной. Ислам не ставит себе такой цели. Поэтому там есть вариант. Христианство ставит перед людьми такую цель. Любовь. Потому что это единственное, что делает нас похожими на Христа. который из любви к людям пошел на крест. Поэтому каждый мужчина, который становится мужем и отцом семейства, уподобляется Христу. Ведь апостол Павел так и говорит, что в семье, как в малой церкви, муж должен возлюбить свою жену, как Христос возлюбил церковь. А он за церковь, за свою, пошел на крест. Он про себя забыл. Он ничего своего вообще не искал. Он только нас ради человека, нашего ради спасения. Все делал. Вот такие должны быть умонастроения у отца семейства. А как церковь любит Христа? Всей душой, всей крепостью, всем разумением своим. Все, что есть у человека. Он себя посвящает полностью Христу, служит ему. Вся человеческая жизнь становится богослужением в церкви, чем бы он ни занимался. И вот если в это единство мужчина и женщина вторгается третий, семья умирает, она получает смертельную рану. Мы не знаем, как. Мы когда совершаем что-то подобное, мы не чувствуем боли. Мы не чувствуем, как вытекает кровь из этой раны, как она нас обескровливает, как она нас опустошает. Потом, со временем, мы догадываемся и можем сопоставить события и догадаться, да, вот, наверное, вот именно потому. Но когда мы это делаем заполошно, безудержно и не считая это грехом, то мы занимаемся самым настоящим самоубийством. Сначала мы убиваем свою семью с возможностью полюбить кого бы то ни было, а потом добиваем себя. Сами. Чтобы будущее муж и жена смогли дотерпеть, досмиряться, домолиться, допрощать и получить в награду за это любовь, дожить до любви. Они должны свой потенциал любви, который вложен в их природу, сохранить в максимально сохранном виде, донести друг до друга в максимально сохраненном виде. Чтобы никто не мог этим воспользоваться, кроме будущего мужа и будущей жены. А иначе под угрозой любовь в семье, ради которой мы все здесь родились и живем. Мы все мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины, для того, чтобы научиться любить в семье. И если мы себе до брака что-то позволяем, позволяем себе имитировать супружеские отношения, то мы на этом растрачиваем свой потенциал любить, свой потенциал любви. И это уже преступление, это уже прелюбодеяние. Хотя брака еще нет, но будущий муж и будущая жена, для которого я предназначен, уже есть, а ему уже не достанется того, что Бог в меня вложил для него или для нее. этим воспользуется другой. И когда появится тот самый, мне его любить будет нечем. Или того остатка мне не хватит, чтобы дотерпеть, домолиться, досмиряться, допрощать, до любви. Я не выдержу. У меня не хватит сил. А если мы этим занимаемся уже в браке, когда мы изменяем друг другу, то мы сразу же насмерть убиваем семью. Вам любой батюшка на исповеди скажет, когда вот человек исповедует этот грех, он говорит, ну, увы, вашего брака на сегодняшний день нет. Он разрушен. Прелюбодеяние разрушает брак. И сейчас, чтобы его восстановить, нужно залечивать это тяжкое преступление против любви, прелюбодеяния, покаяния. Почему этот грех называется смертным? Потому что насмерть убивает семью. Насмерть убивает любовь. Сейчас нужны от человека чрезвычайные усилия, покаянные, чтобы восстановить то, что разрушено. Происходит то же самое, что произошло когда-то в раю, когда согрешили наши прародители. Своеволие. Когда Ева отвлеклась от своего мужа, которым до этого была поглощена весь ее ум, воля и чувства и заинтересовалась какой-то другой перспективой. Другим вариантом достичь цели жизни Бога. Вкусите плода с этого древа, познание добра и зла и станете как боги. Вот только любовь и была. Только любовь и была. Нельзя отвлекаться от предмета любви. Опасно. Поэтому Христос и говорит, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Да, вот так все очень серьезно. Мы воспринимаем вот эти вот евангельские слова Христа по поводу прелюбодеяния как, знаете, бесцеремонным таким вмешательством в нашу свободу. Я свободный человек, живу в свободной стране. Я сам вправе решать, с кем мне встречаться, на кого смотреть, как смотреть. Нас ведь этому сейчас учат, правда? И наших детей этому учат. Христос говорит, да можешь, конечно, ты свободный. Это же я тебе дал свободу. Он говорит, веселись, юноша, в юности твоей и ходи по путям сердца твоего в юности твоей. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. А так, пожалуйста. Если бы мы знали, что такое суд. Я, знаете, вот об этом подумал, когда, ну, вспомнил вот про это. Давно это было, там еще в 90-х годах, в конце 90-х годов, когда мне приходилось быть в суде в качестве ответчика. Долго. Долгие 4 года, когда нас пытались выселить из нашей квартиры, которую мы законно приобрели, тогда двухкомнатную квартиру нашу. И там, ну, 90-е годы, там на этом рынке, Бог знает, что творилось. И, в общем, оказалось, что мы купили квартиру с живым человеком. С девочкой, которая жила в детском доме, ее родители были лишены родительских прав, а когда она достигла совершеннолетия, она узнала, что у нее есть родительское жилье. Вот. Мы четыре года за нее боролись. За эту квартиру. И я в суде, я выступал там в качестве ответчика. Вот в этом суде, вот в этом, гражданском, где рассматривался вот такой вот жилищный вопрос. И то... А? Подождите, подождите. Ну, дайте сразу, девочка. Просто, когда ты видишь, что у тебя нет перспектив быть помилованным, нет, все против тебя, закон против тебя, ты считаешь, что ты ни в чем не виноват, я ничего не сделал, а тебе просто говорят, таков закон, мы ничего не можем сделать, и мы вас выселим. Ну, да, у вас пока был суд, у нас родилась вторая дочка, Саши еще нет, Саши еще не родилась, вот у нас двое детей уже было. А все равно выселим. Таков закон. И это суд. И вот он для меня, я каждый раз, когда вот это приходил, я знал, что сейчас будет повторяться вот эта же история по кругу, и для меня это был страшный суд. И у меня была перспектива остаться вместе с семьей, с женой, с двумя детьми, остаться на улице. Но тогда Бог помиловал. Раз уж вы спрашиваете, я скажу. Когда в очередной раз из областного суда в суд первой инстанции вернулось наше дело, и на стороне этой девочки 18-летней в качестве представителя был заведующий кафедрой жилищного как-то гражданского права юридической академии и его лучший ученик, догадываетесь почему? Кто там дальше идет за ними, кто за ними стоял. Они потом приезжали ко мне, те, кто за ними стояли на работу, и говорили, да ты успокойся уже, давай попилим ее, да и все, эту квартиру. Ну уже отдайся. Они сами говорили, что этой маленькой, что этой девочке, Даша, они дадут 100 долларов, и все, что квартиру они забирают себе, бандиты. И мне эту девочку было жалко. Понимаете, она истец, я отвечу, а мне ее жалко. И когда суд ушел, можно сказать, в последний раз на совещание, чтобы уже вынести окончательный нам вердикт, я ушел на улицу, сел в машину, достал молитвослов, и начал читать Акафист Пресвятой Богородицы. Ну я так редко молился, я вам скажу. Вот. А потом вернулся в зал, приходит судья, и происходит чудо. Она говорит вот этим вот, заведующему кафедре, которые уже так, уже готовы были торжествовать победу, она говорит, вы знаете, я не уверен, что здесь все правильно. Вот я вижу, что в деле есть встречные исковые заявления от Боровских, где они просят признать их добросовестными покупателями. А оно как-то не принято было к рассмотрению, я считаю, что это неправильно. Оно не могло быть принято к рассмотрению, потому что там искового требования тогда никто не увидел, это не является исковым требованием. А она говорит, что это я считаю, что является. Видимо, они хорошо знакомы, они из одной среды. Заведующий кафедры говорит, Татьяна Ивановна, на меня посмотрите. Вы все в своем уме? Она говорит, да. Она говорит, вот для вас все очевидно? Он говорит, да. Она говорит, а для меня нет. Я отправляю это дело на пересмотр в областной суд. Заседание окончено. И пока это все происходило, позвонил один мой знакомый, с которым мы не виделись очень много лет. Такой, ну, известный у нас там в городе человек, влиятельный. Как дела? Хорошо. Как родители? Я говорю, да вот, говорю, мама уже нет в живых, говорю, отец болеет. Ну, приедь поговорим. Приехал, поговорили. Какие проблемы? Я говорю, вот такая проблема. Он говорит, слушай, ну, я главу Ленинского района не знаю, где суд происходит в Ленинском суде, а вот главу из железнодорожного района знаю. В общем, этой девочке дали вне очереди комнату в трехкомнатной квартире, а нас оставили в покое. то есть вопрос был решен. Мы решили мирную, мировую подписали. Прямо у входа в дверь в областной суд, и мы заходим, и нам говорят, ну, что, опять пришли, господи. Не договорились? Мы говорим, договорились. Все. Даша это все подписала. И она согласилась на эту комнату, нас оставили в покое. Это чудо. Поверьте, по тем временам это просто чудо. Так, мы отвлеклись. Но это вы задали вопрос. Можно вопрос по поводу любви? Если здесь, если вера была в любовь, как стало возможно в ее падении? То есть, ну, в любви в любовь, она уже есть. Она исключает же свое собственное зло, если Господь не был правильным. Ничего не исключает. Не исключает. Ничего не исключает. В том-то и дело, что если приобщать человека к той жизни, в которой ты живешь сам, ну, так, если ставить себя на место Бога, да, то нужно делать его обязательно свободным. Насильно, мил, не будешь. Человек должен предпочесть Бога всему остальному. Значит, тот должен узнать все остальное. у кого, кому у нас в Евангелии больше сочувствия из двух сыновей богатого отца? К тому, который остался дома или к тому, который пошел блудить, а потом на корячках приполз обратно весь ободранный? А? Кого нам? Дорогому сыну. Конечно. Блудному сыну. Вот усыновление должно быть добровольным. Вспомнить о том, что ты сын такого отца, нужно свободно и больше всего на свете захотеть вернуться домой. Вот. Дорогу-то тоже было добровольно. Много лет соживаться. Да, а потом мы, когда тот младший-то вернулся, и мы выясняем, что там в его добровольности есть такая серьезная червоточина. Он что-то взял и своему папе, который ему жизнь обеспечил, дал ему все, он начал папе предъявлять претензии. Он чем-то недоволен. Он, оказывается, не все его устраивало в доме отца. Оказывается, там когда-то папа не дал ему с друзьями ягненка зарезать и папировать. И это он затаил как обиду. И тут появился повод, он ему припомнил. А у этого к отцу никаких претензий вообще. Он готов жить в конуре, в улице собачьей, только лишь бы во дворе дом дома отца своего. Вот преимущество какое, понимаете. Замысел Бога был такой. Состояние Адама было совершенно, но Адам не знал альтернативы. У него не было выбора. Да, вот увы, но это было в домостроительстве Божьем. Ничего не изменилось. Грехопадение изуродовало нас до неузнаваемости, но не лишило нас возможности возвращения в отчий дом. В лучшем виде блудный сын вернулся домой в несоизмеримо лучшем виде, чем он был до того, как ушел. И смысл человеческой жизни именно в этом обнаружить свое скитание по в стране далече и изо всех сил захотеть домой. Заповеди вот эти, которые мы с вами разбираем, они для того, чтобы мы увидели, как мы блудим, какие мы нехорошие. как далеко мы зашли, заблудились, чтобы мы захотели, как вот тот блудный сын, встать и пойти домой, вспомнить про своего отца, встать, и какие бы ни были, как бы далеко не было идти, все равно идти, во что бы ни стало, идти домой. Идти, 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 спотыкаться, падать, вставать, снова идти, но только туда. И чем ближе мы будем приближаться к дому, тем сильнее у нас будет это желание, тем решимости у нас будет больше достичь цели этой. Заповеди для того, чтобы мы увидели, что мы сами эту заповедь исполнить не можем, что без Бога нам не обойтись, нам невозможно без Бога не прелюбодействовать, нам невозможно без Бога создавать семью, в которой все будут друг друга любить. Это нам не дано. Источником любви является Бог, поэтому мы научимся любви только в его присутствии и при его активнейшем участии в нашей жизни, когда мы будем его об этом умолять каждый день. Когда мы будем подтверждать свое намерение, быть мужем и женой с Божьей помощью каждый день, каждый Божий день, тогда будет любовь. У нас это было, есть и до конца времен будут христианские браки, где не будет прелюбодеяния, где люди будут от этого свободны и будут счастливы. так, это 20 минут седьмого, да, получается, если у меня девятого, значит седьмого. Что нужно здесь вспомнить из нашей с вами истории, это может быть неуместно, потому что мы воспроизвести этого сейчас не сможем, но нам нужно с вами знать, как наши предки, до чего они дожили, до какой культуры, до какой системы этики, взаимоотношений полов доживали наши с вами предки, а мы их потомки. Как только парень, а у нас в основном были крестьяне, все жили в сельской местности, семьи были большие, жили кланово, одна сторона улицы, одна семья, другая сторона, другая семья, и они между собой создавали новые семьи. Если парень начал засматриваться на девок, его нужно обязательно везти сразу сватать. Это было очень рано. Когда я уж не помню, когда мы начинаем заглядываться на девок? Все, потому что это опасно. Если с этим затянуть, он может начать ходить по девкам. А это значит, он может не донести себя до жены. А жена-то уже будущее есть. Родители заранее позаботились. Ему не доверили решать, на ком жениться. А он и не претендовал. Таковы были правила, такова была система этики. С родителями не спорят, их чтут в силу пятой заповеди. Поэтому нравится, не нравится, тут ничего не поделаешь. Меня родители решили женить. Помните Тихий Дон? Когда Григорий начал гулять, пошло дело, родители узнали, женить его сукиного сына, говорит отец. Все повели к Наталье сватать. Они были совсем молодые. Но видите, уже успел подрастратить. Уже кто-то там занял место его будущей жены в его сердце. И он пронес это через всю свою жизнь. Весь трагизм этой истории вот на этом замешан. Кроме гражданской войны, революции и так далее. С девушками так же. Девушки ждали того, кого приведут сватать. А че? А почему не доверить, как сейчас? Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Нормально же. Они же взрослые, пусть сами решают. А мы видим, что то, чем они руководствуются, чем мы руководствовались в свое время, когда женились, выходили замуж. Это какой-то ненадежный вариант. В этом состоянии, в состоянии влюбленности человеку вообще принимать ответственные решения, какие-то доверять нельзя. Он ненормальный. Он ничего не видит, он ослеп. Он видит в человеке не того. Он его принимает за другого. а тот изо всех сил старается прикинуться не таким, какой он есть. На самом деле. И получается очень часто ошибка. Это потом гораздо болезненнее переживается, когда уходит влюбленность, чем если люди изначально были готовы принять того, кого решат родители, заранее настроены на то, чтобы потерпеть. Потому что стерпится, слюбится. Это не издевательство, это не такая метафора. Это правда, это закон человеческой природы. Потому что слюбится, только когда стерпится. Других вариантов нет. Потому что когда ты влюблен, влюбленность обязательно испарится и начнется терпение. Если есть чем терпеть, пожалуйста. Но уход влюбленности сопровождается многочисленными разочарованиями, которые препятствуют терпению. Там получается знаете такое протрезвение после опьянения. Господи, кто это? Ты откуда взялся? Вот. И браки были прочными. У простолюдинов было не так, конечно, как у аристократов. аристократов было еще жестче. Если у аристократа русского была дочь, то до свадьбы ее не видел никто, кроме мамок и нянек. Все знали, что у него есть дочь, а ее никто не видел. А потому что еще свадьбы не сыграли. На свадьбе увидят. Когда она уже будет сидеть со своим женихом за столом. И там ух ты, дочь красавица оказывается, смотри-ка ты. Или наоборот. И это была не какая-то там прихоть, знаете, там не набивание себе цены, это была забота о спасении рода, не только сохранение его чистоты, там породы какой-то, о спасении. Это такая любовь к своим детям. Потому что это чрезвычайно важное обстоятельство, чтобы люди в семье научились любить. Им предстоит трудный путь к любви. И этому ничто не должно мешать. Это нужно для того, чтобы этот путь был успешным, нужно сделать мощный задел. Как вот люди, собирающиеся в поход, они там собирают провизию, все рюкзаки набивают одежду, там все противокамаринную мазь эту готовиться, чтобы ничего не помешало дойти до цели. Так и здесь. И вот все это было известно без Святотихоновского Богословского университета, или института, как он называется, без Московской Духовной Академии, ее тогда еще не было. Простые люди наши знали, воспитанные в церкви, вот этот принцип, он был привнесен в души наших предков самим Богом, благодатью Духа Святого. И это было воспринято как такая драгоценность, которой нельзя прикасаться ни при каких обстоятельствах. Ничто не должно менять этого порядка вещей. Даже если это выглядит так жестоко, как мазать ворота дегтем в доме, где живет девочка, которая сблудила до брака. Так что родители ворота поменяют, а их все равно измажут дегтем. Там проблемы. Там есть такая червоточина, которая лишает лишает ее возможности быть полноценной женой. Мы этого не чувствуем как-то и считаем, что это слишком, это слишком. Это что-то больно круто. Дикие нравы, дикие нравы. Можно же как-то, мы же все образованные люди, все же понимаем, что. Мы можем друг друга понять, поговорить, понять. Зачем так-то? А тогда тоже умели говорить и тоже были очень понятливы. Вот как говорит отец Валериан Кречетов, раньше люди меньше знали, больше понимали. Сейчас больше знают, меньше понимают. А в конце будут знать все и не будут ничего понимать. Да, это были понятия. В лучшем смысле слова были понятия, на которые нельзя было покушаться. Никакое знание эти понятия не может упразднить. Эти понятия были привнесены в нашу душу через кровь и пот соблюдения заповедей. Когда люди видели все свои слабости и немощи, осознавали их и понимали, что без Бога не до порога, что без Бога невозможно достичь цели жизни человеческой. Цель была достойная человеческого звания. Так было, кстати, и в лучшие времена в Европе, когда Европа была христианской. Там тоже и также было и Византии. Тоже византийский принцесс никто не знал, не видел. и византийскую знать знали только мужчин и замужних женщин в лицо. Заповеди упорядочивают жизнь, это да. А евангельские заповеди, которые смиряют человека и указывают человеку на невозможность соблюдать ни одной из божественных заповедей без Бога. Они делают человеческую жизнь вот такой. Это такая культура. Это вот такой у девушки и у женщины сарафан, когда из подмышек сразу начинается трапеция до пола и можно увидеть только лицо и кисти. А дальше додумывай сам. И додумывали. Это нисколько не мешало людям встречаться, влюбляться, жениться. Все это было. У людей было богатое воображение, богаче, чем сейчас. Сейчас не надо напрягать воображение, не надо. Все видно. Все видно. Итак, я почему-то в этом смысле в последнее время становлюсь все больше и больше оптимистом. Я смотрю на теперешнюю нашу молодежь и вижу, что она меняется. А в сторону целомудрия. Я вижу. Мне есть чем сравнить. я вспоминаю себя, каким я был, когда был молодой советской молодежь. Молодежь, когда я заканчивал институт, когда были девяностые. Вот этот возраст, когда люди встречаются, влюбляются, женятся. Это 16, 17, 20 лет. И я вижу, что сейчас жизнь молодежи становится более упорядоченной в этом плане. все еще пока ужасно. Я говорю, пока все еще ужасно, но лучше. Лучше, был. Динамика положительная. Как врачи говорят, динамика положительная. Серьезно. А в поведении молодежи. Вот когда это было 90-е годы, я тогда только еще начинал консультировать семейной парой, в том числе, я, по-моему, рассказывал эту историю, когда ко мне привели четвертьмесячную семью. Ну, четыре месяца прожили вместе парень-девчонкой. И пришли они пришли их родители. Такая толпа зашла. В кабинет сели, они так друг напротив друга, а эти за ними такими лагерями Монтеки и Капулети сидят. И тишина такие набычные. Я говорю, ну, кто начнет? Невеста не выдержала и говорит, а пусть они все уйдут, пусть уйдут. они уйдут, родители. Родители так встали, послушно вышли, остались вдвоем. Я говорю, ну, давайте. Какие проблемы? Она говорит, а пусть он тоже выйдет, я не буду при нем говорить. Я говорю, ну, выйди, сейчас я тебя позову. Иди. Такой недовольный, встал, пошел. Сейчас там без него будут про него говорить, он уже знает, что сейчас она там начнет поливать. Вот. она одна осталась. Я думаю, ну, сейчас она сейчас такое что-то мне расскажет, потому что я еще никогда в жизни не слышал. Но такого я на самом деле не слышал. Она говорит, я говорю, в чем проблема у вас? Она говорит, вы себе представить не можете, как он хлюпает, когда ест суп. Я сначала думал, я думал, я слышал с... я говорю, что так хочу? Она говорит, ну, меня тошнит, понимаете? Я ему сколько раз говорила, не хлюпай, когда ешь суп. Он, гад, как назло. он это специально делает. Вот, как, больше я этого не видел. Сейчас уровень немножко поднялся, претензии друг к другу, когда какие-то начинаются разборки. Ну, то есть, вообще нет ничего, понимаете, никакого потенциала принять человека таким, какой он есть. Вообще никакого. Ноль. Не, наверное, четыре месяца хватило. Терпели четыре месяца. Ничего не получилось, себя распалось. Трудно в это себе поверить, что вот это может стать предметом такой катастрофы. Я думаю, что вот как раньше, знаете, когда послы князя Владимира побывали в Византии, а до этого русские были в Византии неоднократно. И они видели разницу в культуре именно по семьям. Христианские семьи, они же не видели, что там моногамные браки, один муж, одна жена, они друг друга любят, у них много детей, они о них заботятся. А что было у нас? князь Владимир чем прославился у нас? Это князь первое лицо государства. Рыба красно-солнышко потом, да. Не смотрели кино про него? Не смотрели? Нет. Ну, да, конечно. Вот. Разврат. То есть вообще и князь Владимир все-таки это первое лицо государства и Господь его как-то на эту тему умудрял. Он видел, что при таком отношении к семье будущего нет. Что это деградация, вымирание, ухудшение. Там, да, бабушка молилась. И, конечно, несоизмеримое преимущество христианского брака с тем, что происходило у нас, во многом подвигло его на выбор нашего исторического пути. А сейчас что происходит? Сейчас то же самое. Сейчас появляется все больше и больше христианских семей, прочных церковных браков. И это становится, эта разница становится очевидной. Многодетные семьи, любовь, забота друг о друге, терпение, нежность. Это проповедь. Это проповедь. И когда-то, я думаю, что мы все равно оздоровим наше общество. Но церковь закваска. Но церковь всегда была закваской. Она заквашивает общество. Она маленькая, но закваска. ну ладно. Да. Давайте сегодня мы закончим. Какие есть вопросы? Вячеслав Владимирович, это какой гражданский брак? Гражданский брак. Это в самом названии заключена ложь. Мы знаем, что гражданский брак, это когда есть запись в акте гражданского состояния. А то, что люди сейчас создают вот это имитацию семьи под названием гражданский брак, когда они просто как-то хотят легитимизировать свое половое влечение. Ну просто жить вместе. Давай будем жить вместе, да и все, что там. Это же проблема. Ходить, встречаться там где-то. Давай договоримся просто с родителями, да будем жить вместе, да и все. Он приходит домой и говорит, это Дуся, она будет со мной жить. Мама, о, да ты что, ну ладно, сынок вырос, взрослый уже. И все, и Дуся становится бесплатной проституткой для своего сына, а он просто блудит и растрачивает все, что заложено в нем для его будущей жены. Дуся никогда не станет его женой. Если они что-то с дуру захотят потом пожениться, то я не видел еще ни разу благополучного исхода после вот этого сожительства. Но чаще бывает, что они до женибы не доживают, там они быстро разлетаются, они быстро друг другу опротивливают. Ну как-то бывает, когда у человека нет желания создавать семью, нет желания брать ответственности перед Богом и перед людьми за жену и за детей. если мужчина не воспитан в том, чтобы быть мужем и отцом и отвечать потом на суде перед Богом за всех. Если же девочка не воспитана в том, чтобы быть женой и матерью и заботиться о всех, кого даст ей Бог в качестве этих персонажей, то тогда ничего не будет. тогда вот только останется только то, что ниже пояса и ну что-то там для души иногда так для души. Но это очень быстро надоедает. Цели-то нет. Это образование бесцельное, а значит бессмысленное. Эту бессмыслицу они обнаруживают очень быстро. И потом так говорят, ну ладно, все, давай, гуляй. Но это небезопасно, это опасно, это посягательство на любовь. Это тоже прелюбодеяние. Еще вопросы? Ну, как раз мы не затронули, да, прелюбодеяние мы только о браке говорили, но соблазнять же людей и на поступки, соблазнять людей, это же тоже, наверное, прелюбодеяние, это тоже к этому надо? Ну, в христианстве, конечно, представление прелюбодеяния пошире, и блуда тоже пошире. Мы блудом называем все, что начинается с нашей духовности, с нашей веры. С точки зрения христианства, ну уж пусть не обижаются другие, те, кто не верят в Христа, блудом является все остальное, духовным блудом является все остальное. Мы же видим, что такое отношение к заповедям и прелюбодейству, оно только в христианстве, такое высокого свойства. В Ветхом Завете при всех страшных карах за нарушение внутри такого отношения к заповеди не было никогда и было невозможно, а в христианстве возможно. Так если этого нет в Ветхозаветной религии, значит, этого нет нигде. И в этом смысле все остальное, кроме христианства, это блуд и прелюбодеяние. Это то, что касается в отношениях между мужчиной и женщиной. А прелюбодеянием называется измена Богу. Мы призваны Бога любить всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумянием своим. Если мы так не любим Бога, то мы прелюбодействуем. Мы любим кого-то другого или что-то другое вместо него. Помните про кумиров? Не будешь любить Бога, будешь любить что-то другое обязательно. Будешь прелюбодействовать. Редактор субтитров А.Семкин